Прием заявок завершен, продлевать его не будут. Конкурсная комиссия готовится приступить к работе. В Думе Сургута рассказали, как будет проходить отбор кандидатов на пост мэра города. На первом этапе специалисты установят соответствие представленных документов предъявляемым требованиям. В случае положительного заключения претендента допустят ко второму туру. Во время собеседования члены конкурсной комиссии оценят профессиональные и личностные качества кандидата в виде неразвития города. Со своими программами претенденты начнут выступать днем 18 января. При этом заседание Думы по выборам главы Сургута назначено на 5 часов вечера. Его, впрочем, могут сдвинуть и по времени, и даже по дате. Все зависит от количества тех, кто пройдет первый этап отбора и продолжительность выступлений соискателей должности на втором. По итогам всех раундов на суд депутатов должны быть представлены не менее двух человек. Я специально подготовил документ, бюллетень, который отдавался на голосование в 2016 году. Вы все можете видеть, что тут нету ни да, нет. Тут есть выбор одного из двух кандидатов. Ну, потому что на тот момент два было. Соответственно, можете сделать вывод о том, что проголосовать одновременно против всех кандидатов не представляется возможным. Иначе, если больше галочек поставлено или не поставлено, бюллетень будет считаться испорченным. Зампред городского парламента оговорил и варианты, при которых конкурс может не состояться. Порядком предусмотрено, что повтор всей процедуры по отбору кандидатур возможен только если специальная комиссия направит в финальный тур менее двух претендентов. Существуют и иные варианты, которые не позволят узнать на следующей неделе имя нового мэра. Это, например, самоотвод всех заявившихся соискателей должности или, совсем фантастическая версия, саботаж самого голосования со стороны депутатов. Уставом города предусмотрено, что на ближайшем заседании Думы, в таком случае, если конкурс не состоялся, должна быть объявлена новая дата конкурса. Если осталось больше полугода до выборов. Если останется меньше, соответственно, новый глава будет избран, уже новой Думой должен быть избран. Вопреки расхожему мнению, экспертной комиссии и депутатам Думы Сургута будет из кого выбрать нового главу города. В этом уверен один из претендентов на пост мэра Александр Клишин. Он поделился мнением журналистам нашего телеканала. Полуфиналист лидеров России, победитель команды Урала, известный общественник отметил, что среди 61 кандидата, чьи документы сейчас проверяет рабочая группа, достаточно персоналей разных квалификаций. С управленческим опытом в том числе. К тому же вторым этапом отбора станет собеседование. На нем комиссия, в которую входят окружные и муниципальные делегаты, заслушает программы развития Сургута. А на них сейчас сосредоточились кандидаты на пост главы. Александр Клишин подчеркнул, что в списке претендентов на высокую должность, помимо политиков со стажем, есть как минимум два человека, которые обладают реальными шансами пройти финальный этап отбора. Депутатское голосование. Не будем забывать тот факт, что в том количестве кандидатов, которые были заявлены, есть как минимум два кандидата, которые состоят в кадровом региональном резерве и федеральном резерве на замещение руководящих должностей в государственной и муниципальной службе. Тот факт, что они уже в резерве, говорит о том, что они обладают навыками, компетенциями для того, чтобы стать как минимум заместителем либо главой города в том числе.